Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом полезного и вкусного блюда из баклажан, которое готовится очень быстро и просто. Нам понадобится 3 баклажана среднего размера, примерно 800 грамм. Очищаем их частично от кожуры и хвостиков. И нарезаем продолговатыми брусочками. После нарезки все баклажаны перекладываю в удобную емкость и посыпаю их солью, 2 трети в чайной ложке. Перемешиваем баклажаны, чтобы соль равномерно распределилась. И пусть баклажаны так постоят минут 7-10, они пустят сок, это уберет горечь. Время прошло, баклажаны пустили сок, я его промокну бумажным полотенечком. Промывать водой баклажаны не нужно. Далее вливаем 2 столовые ложки растительного масла и хорошо перемешиваем все баклажаны, чтобы каждый кусочек обволакивало масло. Такой секретик помогает тому, чтобы баклажаны не впитывали лишнее масло, когда мы будем их обжаривать. На хорошо разогретую сковороду без масла, то есть на сухую, выкладываю половину баклажан. Будем обжаривать их в один слой желательно. Обжариваем баклажаны с обеих сторон на среднем огне до появления золотистого цвета. После обжариваем вторую партию. Первая партия уже готова, пускай остывает. А я в это время займусь перцем. Беру один крупный сладкий болгарский перчик, примерно 150 грамм. Очищаем его от семян. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал. Надеюсь, вам понравится такой полезный и вкусный рецепт, и вы поделитесь этим видео в своих соцсетях. Нарезаем перчик соломкой. Также мелко нарезаем зелень петрушки либо кинзы, что вы больше любите. В отдельную емкость я уже налила 2 столовые ложки растительного масла. Наливаем 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем 1,5 столовые ложки яблочного уксуса. У меня домашний, подробный рецепт его приготовления оставлю в описании под этим видео. 4 зубчика чеснока пропускаем через пресс. Кстати, если у вас еще нет яблочного уксуса, можно его заменить на лимонный сок 2 столовые ложки. Добавляем 1 чайную ложку паприки и смесь перцев либо черный молотый перец по вкусу. 1 столовую ложку слегка обжаренных семян кунжута или 2, если любите. Также добавляю мед, 1 чайную ложку с горкой. Все хорошо перемешиваю до однородности. Вот такой полезный витаминный соус у нас получился. Будем собирать салат. Высыпаю половину баклажан, они уже подостыли хорошо, и половину перца. Ярщик специально не обжаривала, чтобы он сохранил побольше витаминов. Также добавляю половину петрушки и поливаем ароматной заправкой. Далее высыпаем оставшуюся половину баклажан, также перец и, конечно же, зелень. Друзья, обратите внимание, при такой обжарке баклажаны получаются совсем не жирные. Выливаем оставшийся маринад. Все овощи аккуратно перемешиваем, чтобы они равномерно пропитались маринадом. И убираем в холодильник минимум на полчаса, можно на дольше. Друзья, салат уже пропитался, он выглядит очень аппетитно, а аромат какой просто слюнки текут. Обязательно приготовьте такую вкуснятину, ставьте лайк, если понравился рецепт, поделитесь этим видео в своих соцсетях и всем приятного аппетита!